29-й том Творения Святых Отцов Творение Блаженного Феодорита, Епископа Кирского Часть 4 Толкование на книгу Пророка Даниила Глава 11, стих 16, страница 214 И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, И никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Легко будет уже всякому презирать его, потому что не в состоянии он будет противоборствовать противникам и преодолевать их. И станет на земле Савир, по иным спискам читается на земле Саваим. Некоторые же еврейское слово переводили на язык еленский, землю Савир назвали землей хотенья. Означает же Архангел землю обетованную, как подлинно землю хотенья. И гору Сион, который возлюбил. Псалом 76, 68. На которой благоволил Бог обитать. 67, 17. А Саваим толкуется земля силы. Посему землей благоволения, или землей силы, названа Иудея, потому что Архангел и выше назвал ее силою. И здесь именуется Саваим, или Савир, и говорит, что царь северный войдет и в эту землю. И скончает в руке его, то есть будет благоуспешно. Так Иосиф показал нам в своей истории, что иудеи, добровольно приняв Антиоха, были великой у него чести. И вознамерится войти со всеми силами царства своего, ибо предпримет все царство царя Южного присвоить себе. И праведный с ним и совершит это. Что выше сказал неясно, то сказует здесь ясно, ибо говорит, даст ему в жены дочь свою, но в скором времени она возвращена будет отдавшему, и брак расторгнется. Так поступит с Египтом, продолжает Архангел. И дочь жены отдавшему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него. Антиох многие страны подчинив своей власти, и их народоправителей, лишив начальства, подверг позору. Но Иссам потерпит такое же поругание, потому что римляне, одолев его при фермопилах и положив конец великой его дерзости, обложили его данью в тысячу талантов и принудили вносить вону ежегодно. Да и сына его Антиоха по прозванию Епифана взяв заложником, под стражей содержали в Риме. Иссе показывает нам первая книга Маковеев. Писатель, то есть сказав о приявших свое обладание царства Александрова, превосокупил, и вышел от них корень греха Антиох Епифан, сын Антиоха царя, который был заложником в Риме. 1 Маковеев 1.10. Сие предуказуя Даниилу, беседовавший с ним, сказал, более укоризно его возвратиться ему и к сему присовокупляет. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика подать и пройти по царству славы. Архангел разумеет Антиоха Епифана, который, ушедший из Рима, стал преемником брата своего Селевка, потому что Антиоху великому наследовал сын его Селевк по прозванию Филопатор. А по смерти Селевка приемлет царство Антиох Епифан, о нем-то и говорит Архангел, встанет от корня его сад царства, уподобляющиеся могуществом отцу и способных поддержать уготованное им царство. Сие объясняя, Архангел присовокупил и творяя славу царства, то есть действуя весьма предприимчиво. Но и он после немногих дней погибнет и не от возмущения, и не в сражении, потому что в состоянии будет, говорит Архангел, всех привести в ужас и покорить своей власти без войны, без пролития крови, одною молвою о себе. И восстанет на место его презренной, и не воздадут ему царских почестей. Поступит с таким могуществом, говорит Архангел, что и не вступая в сражение, возобладает царством, перешедшим к сыну от отца. Но он придет без шума и лестью овладеет царством. Однако же и царем, будучи, не был в славе, но казался ничего не значащим человеком, содержась под стражей в Риме. Но он придет без шума, с лестью. Но и в крайнем находясь уничижении, говорит Архангел, придет с великим богатством, с многочисленной силой и овладеет царством, при содействии хитрости, действуя больше обманом. Это же блаженный Даниил видел во втором явлении и слышал сказавшего ему святого Гавриила. «Лесть в руке его, и сердце своем возвеличится, и рассыпает многих, и на пагубу многим восстанет». 8.25 И здесь также, говорит Архангел, «и соодолеет царство лестью, и всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета». И Сим опять Архангел дал разуметь царство египетское, потому что цари египетские были весьма могущественны, подобно потопу истребляя противников, приводили их в бездействие и в ничтожество. «Но и осами они будут потоплены и сокрушены Антиохом, ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом». Здесь Архангел предрекает восстание, какое против первосвященника Они произведут Иисус, иначе Ясон, и Они, сын Менелаев. Ибо из них сперва Ясон, бежав к Антиоху, сверху брата своего с первосвященства, а Менелаев, посланный к Антиоху отнести дары и золота, домохся, что первосвященство предано ему и изгнал Ясона. С его времени страшные и тяжкие бедствия постигли народ иудейский, а всем-то предвозвещаемый и блаженный Даниил слышит, мышцы потопляющего потопятся от него. Разумеет же, Архангел Птоломея, Филомиторах, который был преемником Птоломея и Епифанах, за симпрессовокупил и Старейшина Завета, разумеет же, благочестивого священника брата Ясонова, и предвозвещает, что Антиох лишит его первосвященства. Потом открывает, как совершит это, и от совокупления к нему сотворит лесть, то есть употребит служителей хвалящихся, что и они того же рода и с помощью хитрости причинит народу тысячи зол. После того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом, ибо обманул жителей Иерусалимских, как бы имел намерение вступить в город с миром. Антиох сперва отважился войти во святилище Божье храма, а потом, похитив все находящиеся там украшения и сосуды, освященные для богослужения, вышел оттуда вслед же затем, снова вступив в город с войском. Предал смерти восемьдесят тысяч человек, и, с ним еще не удовольствовавшись, прислал своих военачальников и совершил еще тысячи новых убийств. Сие-то, предвещая, архангел и говорит, и преодолеет его, водержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Придет с немногими, говорит архангел, не по недостатку, но по горделивости мысли, потому что у него во всем обилие и обладает бесчисленными племенами, тучами, приносящими богатую дань. Все отцы его и все предки чтили народ иудейский, а он будет поступать во всем напротив, убивая, грабя, отводя в плен иудеев и имущество их раздавая своим воинам. И на Египте, говорит архангел, помыслит мыслью, даже до времени, то есть возобладает ненадолго. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного. И южный царь выступит на войну с великими еще более сильным войсками, но не устоит, потому что будет против него коварство. А всем нашествия Антиоха на Египет извещает и первая книга Маковейская, «Ибо сказано, вошел Антиох в Египет, в народ тяжкий, на колесницах, и на слонах, и на всадниках, и на кораблях многих». Первая Маковейская, 11, 17, 19. «И предизвещаемый о всем блаженный Даниил слышал, и царь южный сотворит с ним сечь силой великою». «Даже участники трапезы его погудут его, и войско его разольется, и падет много убитых», говорит Архангел. То есть истощат все доходы царя Египетского, расчищая вносимую ему дань, присвоят себе и сокрушат его. «И силы его рассыпают, и падут много убитых, падет. Антиох не царя, только на и войско его будет сокрушать, подобно потопу, и произведет великое убийство. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени, потому что римляне, как извещает нас историк Иосиф, узнав об этом, и по ходе Антиоха потребовали, чтобы отступил он из Египта. Почему Антиох заключив мир, разделял трапезу с Птоломеем, и беседующий за Ниилом, показывая притворство всей дружбы, говорит, за одним столом будут говорить ложь. Но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени, то есть по истечении этого времени цари снова ополчатся и вступят в битву. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его, и возвратится в землю свою. Впрочем, Антиох с великим богатством и с обилием во всем возвратится тогда, собственно, в свое царство. Об одном, наконец, приложат старание упразднить закон, Богом данный иудеям. Замыслив же это за мазамаса свои, будет приводить в исполнение, и сотворит, и возвратится на свою землю. И сие показывает там книга Маковейская «История Иосифова». В назначенное время опять пойдет он на юг. На последний поход не такой будет, как прежний. То есть не будет Антиох побеждать и превозмогать, как в прежнее время, но возвратится побежденный. Сказанное же на время свое, значит, во время, удобное для войны. Ибо в одно время с ним придут корабли китинские. Антиох, взяв с собой многие жители Кипра и других островитян на острове Кипри, да ныне есть небольшой город Китий, устремится на Египет, но возвратится побежденный и уничиженный. И он упадет духом, а возвратится в сиярость и озлобится на Святой Завет. И исполнит свое намерение, опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. В сиярость, возбужденную в нем поражением, изрыгнет на Святой Завет. И показывая самое дело, говорит, Архангел и сотворит, потому что во второе нашествие произведет великое убийство. И предавшийся бедству сделает пленниками. И возвратится и умыслит на оставших Завет Святой. То есть приложит всякое попечение о тех, которые приступили закон, отреклись от иудейства и возлюбили язычество. И поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Мышцами, как говорили мы и прежде, Архангел называет служащих царю военачальников, подобно мышцам, исполняющим цареву повеления. Посему, говорит Архангел, пошлет людей, которые сквернят святыни могущества, то есть храм, посвященный всемогущему Богу. Поставит же внутри его идольский жертвенник, ибо сие называет Архангел мерзостью запустения. Тоже открывает нам и вторая книга Маковейская. Говорит же так, в сие же время второй поход уготовил антиох во Египет. Вторая Маковейская 5.1. Потом писатель сказал, между прочим, нечто о соперничестве незаконно поставляемых первосвященников, присовокупил. Когда же возвещено царю обывших усомниться, да не отступит иудея, и того ради пришед из Египта, разъярен душою, взял город оружием и повелел воинам сечь нещадно сретающихся. 11.12. После всего пересказав, как убийство распространено было на все возрасты, и мертвых насчитано 80 тысяч, через несколько слов говорит еще ненавистное же к иудеям, имея сердце антиох, послал ненавистного начальника Аполлония с двадцатью двумя тысячами воинства, повелев ему всех во всяком возрасте погубить. И опять через несколько слов продолжает. Не по многому же времени послал царь-старца Афианина понуждать иудеев, дабы отступили от отеческих законов, и по божественным законам не жили бы. Аскериджа и Верусалиме храм и наречет его Дием Олимпийским. 6.1. Предвозвещая это, беседующий с блаженным Даниилом сказал, и мышцы от него восстанут, асквернят святыню могуцла, и приставят жертву всегдашнюю, то есть ежедневно совершаемую Богу службу, и дадут вместо всего мерзость запустения, жертвенник которой злочестивый царь воздвиг Дию, и принес на нем жертву свинью. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью», говорит архангел, то есть употребить лестивые слова, сделать, что живущие в беззаконе явно будут нечестствовать. «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Здесь архангел дает разуметь последовавших заблаженным Матафией, который первый противостав велению Мантиохой, удалившись сыновьями в пустыню, с малым числом воинов вступил в противоборство с его военачальниками. «И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа, ибо пользующиеся как должно дарованным от Бога ведением всемерно пренебрегут у законения Антиоховы и смерть за Божий закон предпочтут нечестивой жизни. Все это означает присовкупляет архангел и из немогут от меча будут страдать несколько времени и от огня, от плена и грабежа. «И возночестивый царь употребляя разное всякого рода мучения, покушался устрашить благочестивых, нанося им преждевременную смерть и как бы похищая у них остальные дни жизни. Потом предсказывает архангел, что будет при блаженном Матафии и сыновьях его. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь и многие присоединятся к ним, но притворно, потому что дана им будет Божья благодать и превозмогут на время неприятелей, однако они насладятся иудеи в одни их миром и избавлением от войн. Поэтому прекращение военных дел, бывшие среди воин, архангел назвал помощью малую. И многие присоединятся к ним, но притворно, ибо, видя сии доблестные подвиги, многие из поползнувшихся и отрекшихся от благочестия, покаявшись, перейдут к ним. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления, а те, которые, по-видимому, были благочестивы и совратятся в противную сторону и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. это, говорит архангел, не сделает вреда людям, которые будут жить после, потому что научатся из этого не полагаться на первые успехи, но всегда страшиться и трепетать по совету блаженного Павла, ибо, говорит он, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не пасть. Перемены обстоятельств как бы разжигают, подвергают искусы, отделяют добротное от негодного, а также и убеляют как волну и испытывают естественные или заимствованные. Имеет она свет насквозь и всю ее проникает отосвет или виден на одной только поверхности. Это, говорит архангел, в настоящей жизни происходит с людьми частно и в будущем времени будет общее всех людей испытание. Сказав это об антиохе Епифане, переходит наконец от образа к первообразу. Первый образ же антиоха есть антихрист. И образ антихриста антиох как антиох принуждал иудеев нечестовать и вести жизнь противозакону и так и человек беззакония сын погибели превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней как говорит Боженный Павел что и сеет в храме Божием показывая себя как Бог во всяких знамениях чудесах ложных будет все делать к обольщению благочестивых то пытаясь обольстить и обмануть ложными чудесами то действуя властительски подвергая питомцев благочестие всякого рода наказанием если неудачем неудачем Как молнии исходят от востока и являются до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. А этому не буду говорить о том в подробности, подобно и все прочее. Посему руководству будем разуметь пророчество Даниилова, возводящим от Антиоха к Антихристу, как от образа к первообразу, и ясно предизвещающим нас об Антихристе. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределенно, то исполнится. То есть будет иметь успех, но не до конца, пока не воспоминит в сильной степени Божья гнева и не навлечет его на себя. Гневом же называет наказание, потому что божество бесстрастно. В кончании же и ревность бывает, продолжает Архангел, ибо Антихрист, предузнавая конец свой, окажет великую ревность, всех призывая к нечестию и с намерением многих иметь сообщниками в ожидающем его наказаниях. Присовокупляемое же яснее обречает неразумие предполагающих, что сказано сие об Антиохе, ибо говорит Архангел, и о богах отцов своих он не помыслит, и нежелания жен, даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Антиох, как находим, и Иерусалим, и всю Иудею наполнил идольскими жертвенниками, и в храме Божием приносил жертву Дию, и Иерусалимский храм нарек храмом Дия Олимпийского, а Горезинский Дия странноприимца. Поэтому столько суеверному и столь ревностному иллослужителю, как не смыслить о богах отцов своих? Антиох поступил совершенно напротив, ибо, чествуя богов отеческих, отрицал бога, которому поклонялись иудеи. Посему приличествует это вовсе не Антиоху, но самому Антиоху первообразу, которого изображением и прообразованием став Антиох, усилился превзойти нечестием всех прежде него бывших царей. Посему об Антихристе говорит Архангел, что о всех богах отцов своих пренебрежет, не помыслит и нежелания жен, ни даже божества никакого не уважит. Это также прямо противоположно правам Антиоха, потому что недовольствовался он женами, с которыми соединен был с законом брака и от которых имел детей, Антиоха Евпатора и Александра, но имел общение с непотребными наложницами. Об одной из них упоминает вторая книга Маковейская, и писатель говорит так. «Случилось с Тарсяном и молотом Крамаулу воздвигнуть всего ради, ибо Антиохиде наложницы царевы в дар отдано было» 2 Маковейская 4.30. «Посему возможно ли, чтобы до того поработившийся непотребцу, что столько и таких городов подарил непотребной женщине, не уразумел о рачении жен, желании их? Поэтому и сим явно изобличается в погрешности предприемлющие понимать сие об Антиохе. «Но мы возвратимся к тому, с чего начали. Сказано, и желание жен не даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. И Бога, но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом, серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями». Все отцы его познавали собственное свое естество и не осмелились себя самих именовать Богом всяческих, а он называет себя Богом крепким и сильным, ибо сие значит слово «маазим», и сказан на месте своем вместо себя самого. «И устроит твердую крепость чужим Богом, которая признает его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». «Ибо говорит Архангел, воздвиги в себе храмы, украсит их серебром, золотом и драгоценными камнями, и покорит им многих, именно же обольщенных чудесами или приведенных в робость видом мучений, даже и землю разделит в дары, потому что большую часть земли отдаст во владение покорившимся и согласившимся не чествовать. «Под конец же времени сразится с ним царь Южный, и царь Северный устремится, как буря на него, с колесницами, с садниками и многочисленными кораблями, и нападет на области наводнитых и пройдет через них». «Неоднократно говорили мы, что десять рогов у четвертого зверя, вместе появившиеся, означает десять царей, которые при конце римского царства будут царствовать в одно и то же время. Посему один из них, царь Южный, снова начнет войну с тем, который называется царем Северным. Ибо сказано «От севера возгорится злое на всех, обитающих на земле» Иеремия 1.14. Но и Антиох, который был прообразованием его, именовался северным царем. Посему, когда царь Южный вступит с ним в битву, он со многочисленным войском, воздвигнув твердыни на суше и на море, ополчится против царя Южного и одержит победу. О сих-то браниях Господь предсказал и в Священном Евангелии восстанет народным народ, царство на царство, и будут голоды, моры, землетрясения по местам, все это начало болезням. Поэтому, имея владычные предречения, которые согласны всем пророчествам, разумеем предлагаемое. И мимо Идец сказано, «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Мааф и большая часть сынов Аммоновых». И сие также не относится к антиоху, потому что он, покорив племена Сии, поставил у них своих правителей, в числе которых был Тимофей, правитель Аммонитян. Но при злочестивом антихристе, вероятно, избегнут они руки его, как не отличающиеся ревностью к благочестию, потому что сей злочестивый ополчится без сомнения против ревностных. Если же именование Сии должно будет разуметь в переносном смысле, то и Дом толкуется к Красной. Посему-то Исаам наречен и домом, как вожделевавший варенье из чечевицы, светом красной. Но также и кровь имеет красный цвет, а потому сподобившаяся владычной крови и жительствующая достойность его дара, и сами цветут благодатью владычной крови. А Маам называется рожденный от отца, ибо старшая дочь Лотова, зачав от отца и потом родив, так нарекла рожденного ею. Посему именуемые сынами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения мужа, ни от хотения плоти, но от Бога родились, справедливо именуются Маавом. И слово Амон значит сын рода, ибо сие открывает Божественное Писание. Блаженный Павел в речи афинянам говорит, род Божий не должно подразумевать божество, как подобное золоту или серебру, или камню от вымысла художников. Да и сам Бог назвал святых родом своим, ибо говорит, напоишь род мой избранный, который его же снабдел, добродетели мои поведать. Исайя 43, 20. Посему ничего нет неприличного и тем, которые по благодати Божией сподобились божественного родства, именоваться Амонами. Поэтому, если хочешь имена сии понимать в переносном смысле, то так разумей. А если понимаешь их исторически, то, как сказали мы прежде, разумею, что Антихрист пренебрежет эти племена, потому что в них большая часть живут нечестиво. Да и те немногие из них, которые благочестивы, не горячо расположены к божественному, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и различными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопляне последуют за ним. И это всего менее приличествует Антиоху, потому что не овладел он ни ливиянами, ни эфиопами, ни даже самым Египтом. Но по повелению римлян возвратился из Египта. Здесь же, разумеется, те три рога, которые сокрушил рог Малый. Он-то разрушит и покорит три великие государства — Египет, Эфиопию и Ливию, находящиеся, как вероятно, под властью трех царей. Но слухи с востока и с севера стревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И это не приличествует Антиоху, потому что его заставили отступить из Египта невозмутительные слухи, но приказ римлян, присланный с запада, а не с востока, об этом же говорится, что взяв и покорив себе Египет, Ливию и Эфиопию, потом смущенный каким-то слухом, возвратится и придет в ярость новую, чтобы проклясть и погубить многих. А тем и другим речением выражается одно и то же, ибо погубит, значит, лишить благочестия, а проклясть — это провозгласить чуждым того. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Не находим, чтобы это исполнилось при Антиохе, ибо пусть скажут, где это место, лежащее между двух морей, на котором водрузил кущу свою Антиоху, и не в состоянии будут указать то. Поэтому ничто исказанного здесь не пришло еще в исполнение, но совершится все это при общем губителе человеке. Словом, Савир архангел называет опять землю, посвященную Богом. Ефадана же есть какое-либо место, так именуемое, и находящееся неподалеку от Иерусалима. Там найдет он свою гибель. Ибо сказано, Это же ясно сказует и блаженный Павел, которого Господь убьет словом уст своих, и духом уст убьет ничего. Исайя 11.4 И восстанет в то время, говорит архангел, Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Архангел, которому уверено попечение о вас, восстанет тогда на помощь против нападающих на ваш народ. И это для неведущих сделается явным из другого истолкования, потому что Бог всяческих через пророка Малахиев говорит иудеям, «Вот я посылаю вам Илью Фисфитянина, прежде пришествия дня Господня, великого и просвещенного, который устроил сердца отца к сыну и сердца человека, к искреннему его, чтобы я пришед, не поразил землю в конец» Малахия 4.5 Через это научает нас, что когда Антихрист отважится на те дела, тогда явится великий Илья проповедовать иудеям пришествие Господне и обратить многих, ибо это означает слова «устроить сердце отца к сыну», то есть сердце иудеев к уверовавшим из язычников. Иудеев назвал пророк отцами, как старших по ведению, почему не сказал «устроить сердце сына к отцу, но сердце отца к сыну», ибо уверовавший иудея присоединит к церкви, а поскольку хотя по ведению иудеи старше, но одна природа у язычника иудеи, то есть справедливо присоокупил из сердца человека к искреннему его, показывая этим, что одна природа у того и другого. Но богоедение прежде дано иудеям, и иудеи как за то, что не уверовали, оказались последними, так уверовав по проповеди великого Ильи и присоединившись к язычникам, которые восхитили к иудеям посланное спасение, составят с ними единую церковь. Это самое подразумевается и здесь, а именно что во время таковых действий антихриста святой архангел Михаил употребит все меры, чтобы Илья пришел и предвозвестил пришествие владыки, и тогдашние иудеи получили спасение. Потом, описывая чрезмерно с бестий, какие причинить злощестивый антихрист, говорит архангел, «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Сие изрекли Господь священным Ивангелем, либо, говорит, будет скорбь, какой не был от начала мира даже до ныне. Если бы не прекратились дни те, то не спаслась бы никакая путь, но ради избранных моих прекращу дни те». Посему пророческие изречения согласны с евангельскими предвещаниями, к всему присовокупляет архангел. «Но спасутся в это время из народа твоего всех, которые найдены будут записанными в книге, то есть достойное спасение, послушавшееся проповеди Ильиной, предуведенное Богом издревле я изначала, «Ибо видение Божие архангел назвал книгой, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Старающиеся прилагать сие к антиоху, пусть скажут, кто при нем воскрес, кто получил жизнь вечную, кто понес укоризну и стыдение вечное. Если скажут, что этим означается Маковея, вышедшая из пещер, то еще большего достойны будут осмеяния. Ибо в таком случае Маковея окажутся и любителями благочестия, и делателями нечестия. Пророчество говорит, «Многие из спящих в опрахе земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Посему, если будут понимать это о Маковеях, то Маковеев назовут и злыми и добрыми, или одних из них добрыми, а других злыми. Но такого суда произвести о них не можем, потому что все их сообщество благочестиво. Притом и жизнь вечная не может быть приписана им в настоящем веке, потому что все они перешли из сего века, прияв смерть. Посему, оставив эти бабьи басни, познаем из этого общее воскресение мертвых и будущее, по воскресении суд. Ибо одни из умерших наследуют вечную жизнь, а другие навек преданы будут о смеянии и укоризне. Сказал же Архангел, «Многие вместо все, ибо и блаженный Павел вместо все употребил многих», говорит, так как по прогрешении единого многие умерли. Многие, тем более благодать Божий, дар благодати за единого человека Иисуса Христа во многих преизлишествует. Римлянам 5.15 «И разумные будут сиять, как светило на тверде, обратятся и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда». И Господь в Священном Евангелии говорит, «Тогда праведники просветятся, как солнце» Матфея 13.43 «Самое испытанное и избранное уподобится светлости тверде, и даже солнечному свету. А низшие их, ибо сих означал Архангел слово «многие», будут подобны сиянии звезд во веки, издавая сие блистания». Так и блаженный Павел разделил чины благочестивых, ибо говорит, «Иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд, звезда, звезды, разница в славе». Сказав это, беседующий с Даниилом присовокупил. «А ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножат соведение. Положи, — говорит, — на книге печати неясность, и сделай ее не для всех явственную. Да коли умножат соведение, попорочится, наполнится вся земля, ведение Господне, как вода многое покрывает море». Исаия 11.9 «Благодать Божья Духа по пришествии Спасителя сняв печати сии, и неясное соделало для верующих ясным». Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в ниной одежде, который стоял над водами реки, «Когда будет конец этих чудных происшествий?» «Молча и не смея вопрошать, стоял я, — говорит пророк. Но двое других, стоявших на том и другом берегу реки, вопросили обреченного весонной ризы и носившегося по поверхности вод, «Сколько времени продолжатся эти страшные и в ужас приводящие события? И когда будет избавление от таких?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенному низложению силы народа святого все это совершится. Из этого в точности дознаем, что беседовавший тогда с пророком был не сам владыка, ибо владыка, как говорит божественный архангел, потому что, если не в чем клясться более высшим, клянется собою, Евреям 6.13. Говоря, «Живу я, — говорит Господь», Исайя 49.18. И блаженный Моисей показывает, что сам он говорит, «Ибо воздвигну на небо руку мою и клянусь деснице моей, и скажу, — живу я вовеки!» Старозаконие 32.40. А беседующий с Даниилом, как один из подчиненных и исполненных усердия к владыке, простер к небу обе руки, клялся же живущим вовеки. Видевший это, Даниил говорит, что имел он руки. Однако же знаем, что естество ангелов бесплотно. Принимают же они на себя образы, соображаясь с пользой видящих, часто оказывая свою снисходительность, являются кроткими, а часто, чтобы видящихся делать более тщательными, представляются грозными. И так клялся живущим во веки веков, что когда будет конец этих происшествий, что к концу времени и времен и полувремени, означает же этим три с половиной года. Тоже изрек святой Гавриил о роге, творящем врань со святыми, который возрастет после десяти рогов при конце римского царства. После того, как изрек трех царей смирит, из слова на Вышнего возглаголит, из святых Вышнего смирит, присовокупил. И дастся в руку его даже до времени, времен и полувремени. Даниила 7.24. А это составляет три года с половиной, потому что временем Гавриил назвал год. Как яснее дознаем это из последующего. Ибо к концу времени, времен и полувремени, и по совершенному низложению силы народа святого, все это совершится. И увидят святого, и скончается сие все. Три года с половиной, говорит ангел, продолжится рассеяние священного народа, и будет совершаться все сие. Потом увидят святого, подразумевается здесь великий Илья. Ибо к концу того владычества явится великий Илья, и предвозвестит второе пришествие нашего Спасителя. К этому присовокупляет блаженный Даниил. Я слышал это, но не понял, и потому сказал господин мой, что же после этого будет? Не понимая сказанного времени, говорит пророк, принужден я был спросить, желая узнать яснее, пожелал узнать и то, что будет после этого. Я слышал это, но не понял. И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убилятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Не без причины, говорит ангел, сказав это, я неясно сказал, и как бы печати, какие приложил к словам неясность. Божественное предлагать должно не всем без разбора, но разумные уразумеют при помощи ведения подаваемого им свыше, а живущие в беззаконии и злочистивые не возможут уразуметь содержащегося в словах. Когда же наступят самые события, ясно узнает пророчество о них. Тогда будут отделены от праведных делателей худого, потому что всех искусит огонь. Это сказал блаженный Павел. Каждого дела, говорит, будет испытано в огне, ибо в огне открывается, какое оно есть. И о том еще, что не всем без разбора предлагать должно божественное, говорит Господь в священном Евангелии, не давайте святыне псам, и не мечите бисер ваш перед свиньями. Блаженному же Даниилу, как святому и усердному служителю владыки, ангел Божий открывает время антихристового мучительства и говорит, со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Поскольку, сказав, во время времена и повремени, увидел, что блаженный Даниил не разумевает, то, разложив времена на одни, неразумеваемое сделал для него явным, а для других и при этом оставил слово неясным. Мерзостью же запустения называет самого антихриста, а отменение жертвы всегдашней это чин сарковного богослужения, безумием и неистоством антихриста, изгоняемой и упраздняемой. К этому присоокупляет божественный ангел. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Ангел дает разуметь и объявляет, что после того, как антихрист поражен будет от Бога, великий Илья будет еще проповедовать остальные 45 дней. И явится владыка, грядущий на облаках небесных, и увенчает сохранивших стяжание терпения невредимым. Сие и Господь говорит в священном Евангелии, претерпевший же до конца спасется. И из силов точности можно дознать, что все это неприличествует антиоху. Ибо ангел сказал, что бедствие будет продолжаться при антиохе 2300 дней, Даниил 8.14, а при антихристе 1290. Посему и разность времени свидетельствует о разности лиц и событий. А ты иди к твоему концу и упокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Время тебе приять конец жизни. Немало еще времени остается, говорит ангел, для состояния настоящей жизни. И этим ясно указал нам на скончание твое и открыл, что предсказанное совершится при скончании. И почиешь и восстанешь во время твое, или, правильнее, как видно из последующего, для получения твоего жребия в конце дней, то есть сонном единонравных с тобою, и показывай, когда это будет присовокупил в конце дней. Так божественный архангел через блаженного и триблаженного Даниила ясно преподает нам учение о воскресении. Так, окончив откровение, пророк присовокупил. Глава 14, первый стих. Царь Астиак приложился к отцам своим, и Кир, персиянин, принял царство его. И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его. Астиак был дед Киров по матери. По кончине его, поскольку сын его, Киак-сар, не мог благоустроить царство, Кир разрушил царство Ассирийское и Халдейское, владычество Медян перенес к персам. Говорит же пророк, что разделял он трапезу с царем, жил при царе и начальством над всеми близкими к царю. А имея столько дерзновений перед Киром, указал ему предреченное о нем Богом через пророка Исаию. И подал ему мысль, отпуститесь с плена народ Божий. Вот что дознали мы из божественного пророчества Даниилова. Справедливо же будет плакать об иудеях, которые пророка этого осмелились исключить из пророческого списка, и притом опытом дознав истинность этого пророчества его. Известно, что нынешние иудеи к иным нечестивым своим делам присоединили и эту хулу отрицанием пророчества, стараясь затемнить ясное свидетельство о пришествии Спасителя нашего. Но ничего не приобретут они до себя, отрицая это пророчество. Потому что свидетельствуют другие пророки, вопиют и самые дела, согласные с предречениями о Спасителе. А что древние иудеи Блаженного Даниила называли великим пророком, свидетель тому достойный вероятий Иосиф, еврей, не принявший христианской проповеди, но не решившийся и утаить истину. В Десятой книге иудейских древностей, сказав много иное о Блаженном Данииле, присовокупил он и это. Ему, говорит Иосиф, как одному из величайших пророков, все было даровано в необычайной мере во время жизни, честь и слава у царей и у народа, а по кончине вечная память. Ибо написаны им книги, какие оставил он, и до ныне читаются нами, и уверяемся из них, что Даниил беседовал с Богом, потому что не только пророчествовал он о будущем, как и другие пророки, но даже определил время, когда совершится предреченное. И несколько ниже продолжает Иосиф. Вследствие исполнения предречений божественный Даниил приобретает у народа и веру в истину пророчеств, и славу. И далее многократно выражается подобным образом. А равно в 12-й книге древности говорит еще так. Вышло так, что запустение храма совершилось по пророчеству Даниила, бывшему за 408 лет. Он показал, что разрушат его македоняне. Вот что свидетельствует о пророке Иосиф. Иудеи же, недугая крайним бесстыдством, не стыдятся и своих наставников. Но мы, как от Божия пророка, приявшие предведение будущего, приготовим себя, умоляю вас, на тот страшный день, чтобы восстать нам не для стыда, не на посрамление вечное, но в жизнь вечную, который да улучшим все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа. С Ним слава Отцу со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Толкование на 12 пророков. Предисловие. Иные подумают, может быть, что беремся за дело излишне и напрасное, предпринимая толковать пророчество, тогда как трусия и совершен уже другими. Но найдутся люди, высоко чтущие божественные, тщательно обученные священному писанию, и они не только не вознегодуют на нас и не будут укорять подобно оным, порицателям, но, вероятно, одобрят и похвалят, если в сочинении этом и не найдут чего-либо отлично хорошего. Потому что и одного усердия достаточно, чтобы приобрести похвалу у судей правдивых. Так Спаситель и Господь наш в Священном Евангелии и за две лет ты превознес похвалами ту вдовицу, изрекшу похвалу по качеству произволения, а не по количеству дара. В законе же, повелев достаточным на сооружение скини приносить золото, серебро и драгоценные камни, и живущих в нищете не лишил приобретаемого сим благословения, но дал повеление, чтобы и они приносили кто кожу, кто волосы, а не имевшую себя и этого, приносили и вместо этого в дар свою силу и свое искусство, приготовляя из волос пряжу и ткани. Сверх того знаем, что не великий только Моисей именовался пророком, но и Иисус, Новин, и Самуил, и Давид, и Нафан, и Гат, и Иахи, и Илья, и Елисеи, кроме сих, весьма многие другие. И евангельскую проповедь преподали всем людям не Петр только, и Иаков, и Иоанн, и Андрей, и весь лик апостолов, также не Павел и Варнаево после них, причченный к лику апостолов, но и Сила, и Тит, от полос ученики тех великих мужей. Да и на них не пресеклась благодать учительства, но просветила их преемников и последовавших за сими преемниками. Даже и до ныне в церквах Божьих течет источник Всесвятого Духа и разделяет людям богоданные дары. Поэтому, кто судит прямо и правдиво, тем не покажется, будто бы делаем что-либо несообразное, если как некие волосы порождение ума своего, принесем на сооружение новой скинии, которой водрузил Господь, а не человек. Если же скажет кто, что передаем чужие мысли, то и в этом случае найдем, что привносим и свою посильную долю, потому что, подобно женам, из принесенных другими волос, уготавлявшим пряжу и ткани и делавшим покровы для скинии, и мы, собрав, что здесь и там сказано хорошего, из всего этого, скажем так с Богом, хотим соткать одно целое, приводя читающим в ясность мысли двенадцати пророков. Вероятно же, что и мы, пользуясь Божиим словом, как неким светильником, найдем истолкование, согласное с истиной, потому что не угасла благодать щедро даровитости Божией, но источает и подает великие дары не одним достойным, но и не достигшим совершенства. Видим, что и чувственное солнце не древним только людям сияло, но и жившим после них, и нам, позднейшим их потомкам, изливает лучи свои и одинаково озаряет всю землю и море. Тем более здесь ждитель солнца и то, сотворивший по единой благости, просвещает ум намеревающихся, сколько ни есть, возвести к нему взоры. Подкрепляясь этой надеждой, не обращая внимания на порицателей, отважимся приступить к истолкованию пророчеств, призвав помощь нам, помочь молитвами своими вас, требовавших труда этого и побудивших к тому. Но прежде кратко сказать о времени, в какой пророчествовал каждый пророк. Коснемся потом подробного истолкования. А времени, в какое пророчествовал каждый из двенадцати пророков. Двенадцать пророков имеют одну книгу не потому, что они современники и жили вместе, ибо в разные времена писали они пророчества свои. Осип писал царство Неозии и Афама Ахазии и Зеки царствовавших Юдии. Амус также в Одне Озии, а им современен и Иаиль. Михей начал пророчества вскоре по смерти Озии в Одне Афама Ахазии и Зеки. К этому же отделу по времени принадлежит и Иона. Ибо хотя в пророчестве его умолчено время, но ясно показывает то книга Паралипоменон на ум же приял дарование пророчества после Ионы. А это ясно видно из содержания пророчества, ибо Иона проповедовал неневитянам конечную гибель, довел их до того, что воспользовались врачеством покаяния. А потому они испытали на себе грозных тех предречений. Но когда обратившись к прежней порочной жизни, отважились на дела достойные крайнего наказания, на ум пророчествует, что после всего постигнет их гибель. Авдий же, как яствует из предсказанных им едумей и бедствий, начал свое пророчество после них. И Сафония ясно показывает, что сподобился божественного откровения при царе Иосии. В это же время пророчествовал и чудные Иеремия. Не по многому времени после них пророчествовал и Аввакум. Агей же, Захария и Малахия начали пророчествовать по истечении великого числа лет, не только после Иосии, Акима, Ихонии и Сыдыки, но и по окончании пленения Вавилонского после Кира первого царя персидского, который позволил израильскому народу возвратиться в отечество, даже после сына его Камбиза при Дарии и Стаспи, когда Зарававель создавал божественный храм. После них не находим у иудеев ни одного более пророка. Поэтому никак жившие вместе имеют они одну книгу пророчеств. Но поскольку предречения свои изложили они в немногих словах, и пророчеств каждого по краткости недостаточно было к составлению отдельной книги, то заботившиеся издревле о хранении божественных словес, не без причины совокупив воедино предречения двенадцати пророков, составили из них одну книгу. Впрочем, время уже коснуться нам подробного истолкования пророчеств, показав наперед кратко содержание пророчества Осина. Толкование на пророка Осию Содержание Когда при Раваме сыне Соломоновым произошло разделение народа, на десятью коленами воцарился и Равам сын Наватов. Он опасает, чтобы, так как совершаемое по временам праздники призывает народ в храм Иерусалимский, десять колен не присоединились, опять к царству Давидову. Злонамеренно положил начало нечестию пред Богом и, сделав двух золотых юниц, устроил капище одной в Дании и другой в Ефиле. Через это нечесть и открыв себе свободный доступ и научило израильтян служить идолам соседних народов. Дошедши же до крайней степени беззакония, лишились они Божьей о них промышления. И царь Сирский Азаил Первый преследовал их войною. Потом Фула, обладавший тогда скипетром у ассириан, собрал с них великую дань. После него Селга-Селасар, разорив многие города, иных жителей умертвел, а иных отвел в плен. После того прият царство Салмонасар также поступил с городами, спасшимися от разорения, обложил войском Самарию, взял ее со всеми жителями и остаток десяти колен переселил в Ассирию. Последний же царь ассирийский, Синахирим, ополчившись против Иудеи, некоторые города взял, но покусившийся садить Иерусалим и погубив войско, пораженное Божьей карою, хотя остался сам невредим, чтобы стать правовозвестником Божьего могущества, но во дворце своем приял смерть от рожденных им, потому что и сам, получив бытие от Бога, безумно восстал нас от творшего. Поэтому Божественный Осия, прияв дарование пророчества издалека, провидев сие духовными очами, получает повеление предсказать осем народу, чтобы, убоявшись предречений, избегли наказания и не испытали бедствий. Ибо не для того угрожает наказаниями Бог всяческих, чтобы привести в исполнение, чем угрожает, но для того, чтобы, поразив страхом, довести до раскаяния, и кто освободится от пороков, тому даровать спасение. Имея же намерение наказать, не стал бы угрожать наказанием. Тем самым, что угрожает, дает видеть, что желает спасти, а не наказать. Поэтому посылает блаженного оси, десяти, а также и двум коленам предсказать, что будет, и спасение от Синахерима предвозвестить, и предречь гибель, какой подвергнут их вавилоняне. Называют же два колена Иуды, потому что не из Вениаминова, но из Иудина колена произошел царский рот, и место пребывания царей было в Иерусалиме, городе иудейском. Притом иудеи многочисленностью и силой превосходили не только вениамитян, но и прочее колено, почему имя сильнейшего и дает пророк обоим коленам. А десять колен именует Ефремом, потому что из этого колена был первый их царь Иераваам, и вместо пребывания царей сделал город Самарии, который был лучшим городом в этом колене. И ефремляне отличались многочисленностью и мужеством. И так изложил эти сведения, можем уже начать и подробное истолкование. Глава первая Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беерину во дни Озии Афама Ахаза языки царей иудейских и во дни Иераваама сына Иоасова царя израильского. Этим и Осия ясно показал нам, что был он поставлен пророком для тех и других, потому что упомянул не только о царях иудейских, но и о Иеравааме, который был сын Иоаса, внук Иохаза и правнук Июля, и которого по Божьему мановению помазал богомудрый Елисей, чтобы воздать за Навуфея и наказать мерзкую Изавель. И таким образом, означав время и царей, в правлении которых поставлен был, пророк продолжает начало слова Господня Косии И сказал «Господь Осии, иди возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильная блуда действует земля сия, отступившая от Господа». Прежде этого владыка ничего не повелевал мне, но как скоро начал слово свое ко мне, дал повеление взять жену блужение и родить чад блужение, присоокупляет и причину. К сему присоединяет, что немало не колеблясь, исполнил повеленное, сказывает же имя блудницы, и кем она рождена, и как он вступил в союз с ней, и какой был плод союза, и какое имя рожденному дано самим повелевшим вступить в сей брак. Пошел он и взял Гомер, дочь Девлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева. А я крайне дивлюсь тем, которые осмелились говорить, будто бы слова сии не были исполнены на деле, и хотя Бог всяческих повелел, но пророк не принял повеления, и слова произнесены, но в действии не приведенных. Предприемлющим утверждать это надлежит принять во внимание, что Бог часто повелевал многое всему подобное. так Исаии так Исаии велел снять вредище с чресла, ходить на гимы без обуви и в таком виде пророчествовать, а Иеремию повелевал то деревянное, то железное клади возлагать на шею, и Зыкиилю дал повеление лежать сто пятьдесят дней на левом и сорок на правом боку есть хлеб, испеченный на кале человеческом из Игилии 4.12 взять сосуды пленнические, прокопать стену, написать изображения бегущих и тем предвозвестить бегство садыки. Много иного подобного найдем в Божественном Писании, и кто не знает цели, тот назовет это недостойным добродетели пророков, знающие же Божие человеколюбие, ведущие, что Бог направляет все ко спасению людей, в этом наиболее находит для себя повод к Божественному Песнословию и удивляется богомудрым пророкам, которые готовы во всем повиноваться владыке. А Бог всячески, когда обращая речь к людям страждущим бесчувственностью, не убеждал их словами, изображал им будущее чем-либо на самом деле совершающимся, чтобы необычайности видимого привлечь внимание сих ожесточенных. Ибо видевшие Исаию, ходящего на гимн, без сомнения стекались на необыкновенное зрелище, желая узнать повод к такому поступку. И те, которые видели все то, что делало языки Иль, да и сили с причиной тому, что делалось. Так Господь всяческих и блаженного от той распутной жены, потому что согласился на этот союз не порочному раболепству вожделений, но исполняя данные Богом повеления. Належит же знать, что и хорошее, и худое признается таким по цели, ибо этим и брак различается от прелюбодеяния, хотя в самом сожитии никакой нет разности. Указуется же сия разность целью и законом, и одно и то же признается в одном случае законным, а в другом беззаконным. Можно найти, что и в убийстве берется в рассмотрение то же самое. Предает смерти убийца, предает смерти и судья, но один законно, а другой беззаконно. Дело одно и то же, но разница по цели. Чтобы яснее дознать это из Божественного Писания, рассмотрим это так. Совершил убийство Каин, но по зависти и прибегнув к обману. Совершил убийство Финиез, но по ревности, став за благочестие и возгнушавшись нечестием. Дело одно и то же, но цель прямо противоположная. Так и хищение и есть один из поступков осуждаемых законом. Но Яков похитил благословение и не только избег осуждения, но даже похваляется за это во всех родах. Постился великий Илья, постились и побившие камнями на вуфе, но один любомудрство, а другие слагая клевету. Помил Саул Агага и лишился царства, потому что милость была беззаконна. Самуил заклал Агага и исполнил Божий закон. Много иного можно находить не в божественном только писании, но и в ежедневных у нас событиях. Поэтому и чудный Осия, не похоти поработившись, но повинуясь Божьим мановению, взял блудницу. И этот союз был честнее всякого брака, не потому только, что совершен по Божьему мановению, но и потому, что прообразовал Бога и то, как святой его святых почивающий наименовал себя женихом непотребного народа израильского. Посему, когда у пророка родился сын, Бог повелевает ему на речь рожденного Израэлем и будет в тот день «Я сокрушу лук Израилев в долине Израэль». Смысл же слов сих таков. Израэлем называлось селение, в котором Новуфей претерпел неправильное побиение, а Июй, разумеется, тот, который по распоряжению Божию стал отмстителем за Новуфея и которому Бог в награду за то, что сделал он с Изавелью. Обещал продлить царство до четвертого рода. Посему, так как происшедшие от него предали забвению Божьей благодеяния и стали подражать злочестию царствовавших прежде них, Бог угрожает положить конец этому царству и сокрушить лук Израэля, то есть истребить силу в уделе Израэлевому. Не без намерения же упомянуло об этом месте, но приводит этим на память тогдашнему царю Божье благодеяние и вразумляет его, как прадеда его Июи употребил для наказания убивавших на Уфея, так и их подвергнет наказание за неблагодарность к нему. К этому предсокупляет пророк, что родилась у него еще дочь и дано ей имя Богом всяческих, ибо говорит, что Бог повелел назвать ее непомилованное, давая этим разуметь, что Израэля не сподобит более своего человеколюбия. И за села еще и родила дочь, и он сказал ему, нареки имя ей Лорухама непомилованная, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им, а дочь дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. Этим ясно выразил бывшая синахеримом, потому что тогда не в сражении побеждено ассириане, но ангельскую силу истреблено сто восемьдесят пять тысяч. К этому прибавляет пророк, что когда родится у него еще сын, Бог повелел назвать его не народ мой и объясняет тому причину. Откормивший груди непомилован, она зачала родила сына и сказал он нареки ему имя Лаамми не мой народ, потому что вы не мой народ и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых как песок морской, и которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им вы не мой народ, будут говорить им вы сыны Бога Всевышнего, чтобы не подумал, кто будто бы оставляет их, но по малочисленности, незначительности. Так Господь говорит, не множеству угодно Богу, а где двое или трое собраны во имя его там посреди их. Так Ноя предпочел всем совокупности человеком, так предпочел Аврама и Моисея, потомков же их, происшедших всякое число, превосшедших. За нечестие называет не мой народ. Впрочем, как человеколюбивый вскоре отменил произнесенный приговор, «Ибо сказано, и соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». Сим предвозвестил призвание из Вавилона, и то, что по возвращении оттуда не будет у них отдельных царей, но соединившись и составляя один народ, будут иметь у себя одного правителя. И это произошло, в исполнении призора Вавиле. А днем Израилевым назвал то бедственное состояние, какое привели израильтяна сирияне в Юдолии Израилевой. Поскольку, говорит Бог, налагая на них тяжкое наказание, то сподоблю их и великого спасения и, освободив от рабства, возвращу в Отечество. Глава вторая. Осия. Потом дается повеление перемену обстоятельств изменить детям пророка имена и назвавшегося не люди мои, назвать люди мои. И именовавшегося нелюбимую и наименовать возлюбленную. Потому что вы, говорит Бог, сподобившись спасению и возвратившись из Вавилона, будете судить меня и вашу матерь, то есть предков ваших согрешивших передо мною. «Ибо та не жена моя и я не муж ей. Развод сделан, говорит он, по причине ею поданной. Подобно этому, как находим сказан у Исаии, и ныне дом Иудины, живущий в Иерусалиме, судите между мной и виноградником моим, потому что я ждал грозди его стерния». 5-3. И здесь говорит Бог «Говорите братьям вашим мой народ и сестрам вашим помилованное, судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих и отверг блужение ее от лица моего и любодействие от среды сосов ее, показывая, что не гибель ее сделал этот развод. Подобно этому сказанным блаженным Давидом благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И ее подвергая наказание, обещая через это избавить от блуда и любодейства, даже не просто избавить, но с корнем исторнуть из среды сосов ее, означая же лежащее под сосами сердце, от которого исходят помышления злые, зависть, убийства, прелюбодеяние, любодеяние и тому подобное. Поэтому Божье вразумление приносит великую пользу, избавляя вразумляемых от блужения. У пророка же показываются и способы вразумления. Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждаю. днем днем рождения называют пребывание в Египте. Оставлю ее, лишенную моего о ней промышления, сделаю, что будет в рабстве у астериян, как рабствовало египтянам, сделаю, что ободобится земле безводной и пустой, и убью ее жаждую, а под жаждой разумеет не только недостаток воды, но и лишение Божьей попечения. И чад ее неудостою пощады, потому что родились от злофестивых, и в мерзости подражали отцам, и в облужении называют здесь служение идолам. Но чтобы яснее обличить ее неблагодарность, представляет, будто бы говорит она, что ей надо бы идти вслед походников, то есть идолов, а от них говорит, она получает в обилии все необходимое, и поскольку не познала подателя, благ, кто справедливо присовокупляет. Ибо блудодействовала мать их, а срамила себя зачавшая их, ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть, лен, елей и напитки. Зато вот я загоражу путь ее тернами, обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих. И самое наказание исполнено человеколюбие, потому что приводит к оставлению нечестия. При испытании бедствий дознала она бессилие идолов, потому что призвала их в защиту во имя во время нашествия, и не получила от них помощи. И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет и скажет «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Пойду возвращусь к мужу первому. Поэтому кто-нибудь справедливо изумляться Божией человеколюбию. Бог, Творец и Господь называет себя мужем, а не владыкою. Поскольку любовь жены к мужу больше, нежели любовь рабов к владыке, то чтобы люди имели к нему такое расположение, именует себя женихом и мужем. Однако же неблагодарных и это не побуждает к благопризнательности, посему и говорит о них. А не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и леи и умножил у них серебро и золото, из которого сделала и стуканов ала. Те самые дары, которые получила от Бога, принесла в дар Божьим противникам. Бог, гневаясь за это, угрожает лишить их и пшеницы, и вина. И чтобы не подумали, будто бы не плодием страждет земля, кстати, присовокупил. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. После того, как пшеница и виноград созреют во время жатвы и собирания плодов, угрожает даже отнятие одежду, так что будет у них недостаток в необходимом к прикрытию наготы. И походники ее, сказано, увидя это, не в состоянии будут оказать ей помощи. Сверх этого пророческими устами угрожал Бог прекратить праздники, отнять всякий предлог к веселью, истребить своковницы виноградники, потому что, говорит Бог, сама сказала, будто получилось и от идолов, и не познала меня действительного подателя даров сих. 2.12. Я опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит. Это у меня подарки, которые однодарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. Повреждаемая и уничтожаемая зверями, птицами и гадами будет обвинять их в нечестии и свидетельством о наложенном мною наказании. Потерпит же это потому, что Ваалом, то есть идолов, предпочла моему служению и во всем убранстве совершает их праздники. Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. То сделай, что став пленницей, будет скитаться и блуждать и лишу всех этих благ. Впрочем, не утешу ее, когда будет в сих скорбях, ибо сказано, и дам ей оттуда виноградники и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в одни юности своей, как в день выхода своего из земли египетской. Ахор же при Иисусиновине, сделав воровство и приступив наложенную клятву, подвергся за это наказание всенародно побит камнями. Но по смерти его израильтяне, приведя себе на память, сколь гибельны преступления Божьи закона, плача и си это и у милости или Бога. Поэтому здесь пророк дает разуметь, что как жившие тогда из наказания Ахарова, да знали, сколь худо беззакония, так и они пленением приведены было в сознание своих прегрешений, и с большей ясностью выражаясь сие присовокупил. «И будет тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, то есть господин мой, и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их». Как были в рабстве у египтян, так будут рабствовать астериянам, потому что детством ее называется пребывание в Египте, но рабство послужит им во благо и научит их благочестию, потому что во времена плена Израиль забудет о служении идолов, меня же назовет мужем и сожителем, а я, видя раскаяние, заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с присмыкающимися по земле, и лук и меч и войну истреблю от земли той и дам им жить в безопасности и показывает, что говорит не о зверях и птицах, но о людях зверонравных, налетающих подобно птицам и уподобившихся ядовитым гадам, добавляет и лук и меч, потом обещает им вечное благо и вселю их с упованием, об этом же уповании говорит блаженный Павел упованием спасаемся упованием же видимое не есть упованием ибо когда кто видит то чего и надеемся но когда не видим то надеемся и ожидаем в терпении римлянам 8.24 а что об этом и не о другом уповании говорит пророк свидетельствует присовокупляемое я обручу тебя мне навек я обручу тебя мне в правде и суде в благости и милосердии а что вовек обручил себе не иудейскую синагогу на церковь собранную из иудеев и язычников об этом свидетельствует самое событие потому что синагога отвержена а церковь софетовается с женихом и ожидает вечных благ но обручила ее себе не только в правде и в суде но и в милости и в щедротах потому что правду и суд употребил против лукавого мучителя а милость и щедроты оказал тем которые принуждены были служить этому мучителю а поскольку сподобившимся милости должно было и самим воззать чем-нибудь спасшему то справедливо присовокупил стих двадцатый и обручу тебя мне в верности и ты познаешь господа у приходящих требуется немедленно одна вера потому что не имеют они правды приемлет же ее в бане покибытия от спасшего бога но приобретшие веру приходят к познанию владыки поскольку после предречения вечных благ предвещевают и телесные дары потому что они как земные и долу пресмыкающиеся заботились больше о последних нежели о первых потому обещают подать дождь свыше и уготовать землю к произращению благ ибо говорит следующее и будет тот день я услышу говорит господь услышу небо и оно услышит землю и земля услышит хлеб и вино и лей а сии услышат изреэль потом снова примешивает духовное и посею ее для себя на земле и помилую непомилованную и скажу не моему народу ты мой народ а он скажет ты мой бог сие исполнилось прообразовательное призоровавеле и в самой действительности по воплощению владыки христа когда и обручил себе церковь вовек ибо тогда уверовавшие в него подлинно наименовались людьми верными и сам он наименован богом искренне в него уверовавшим глава третья оси по всем обетований благ бог снова дает повеление пророку о жене возлюбить любодейство и живущую порочно чтобы самым делом представить снова образ любви божьей божьей к недостойным ибо говорит и сказал мне господь иди еще и полюби женщину любимую мужем но прелюбодействующую подобно тому как любит господь сынов израилевых а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их приготовлять нечто подобное всему в обычае было у преданных идолам пророк немедленно приводит в исполнение павильона и предсказывает какую награду обещает жене и какие сделает с ней условия ибо говорит сказал ей избегать всякого чуждого общения и неприкосновенно хранить себя для меня хранить указует же и прообразуемое сим я приобрел ее себе за пятнадцать серебряников и за хомер ещеменя и полхомера ещеменя и сказал ей много дней оставайся у меня не блуди и не будь другим так же я буду для тебя ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы без жертвенника без Ефода и Терафима как блудодейца отказавшись от прежних походников избрала сожительство с пророком так вы отведенные пленниками в чужую землю не будете иметь ни царского не священнического о вас промышления ибо какому быть богослужению когда нет жертвенника и то что обыкновенно объявляется и объясняется священниками или пророками не будет объявляемо желающим на чужой стране узнать что должно им делать да и моего о них попечения не покажу явственно при всей горячности моего к ним расположения ради отцов их поэтому и пророк хотя жил вместе с порочной женой как было павильона однако же воздерживался от супружеского общения потому что и бог всяческих не вовсе лишил народ своего о нем попечения однако же не делал того явным и открытым явлениями же пророк назвал божьи предвещания потому что и архиерей словом судном принимал явление истину левит 8 8 и по неким знамениям бывшим на нем предвозвещал будущее потому и великий моисей благословляет жреческое колено говорит дадите леви явленное таразаконе 33 8 так предвозвести вскорбное примешивает к этому и отрадное ибо говорит после того обратятся сыны израилевы и взыщут господа бога своего и Давида царя своего и будут благоговеть перед господом и благостью его в последние дни ибо десять колен возмутившиеся против царей потомков Давидовых поставили себе собственного своего царя но по возвращении из Вавилона соединившись и составив единый народ имели одного вождя Зарававеля происшедшего из колена Давидова и при нем насладились богоданными благами все это ясно зная прежде нежели исполнилось Господь предвозвещает пророческим гласам слова же в последние дни значит по окончании семидесяти лет плена глава четвертая оси так предвозвестив благо продолжает обвинение в содеянном худо ибо говорит нет в вас человеколюбия лишены вы ведения Божия но много в вас лжи небоязненно отваживайтесь на убийство желая чужого присвояйте себе то злоумышляйте на супружескую верность а поэтому вся земля ваша наполнена этими скверными за это то наведу на вас такое множество врагов что совершенно истреблены будут не только живущие в достатке которые подобно зверям и гадам нападают на бедных и которым могущество их служит как бы некими крылами но и все прочие подобно неким рыбам переплывающим житейское море ибо пророк в переносном смысле зверями гадами и птицами наименовал сильных а рыбами бедных когда же исполнится сие говорит он не будет на земле ни судящих ни судимых стих 4 но никто не спорь никто не обличай другого и твой народ как спорящий со священником и ты падешь днем и пророк падет с тобой ночью и истереблю матерь твою с ними то есть лишившись моего о вас промышления уподобитесь вы жрецу оказавшемуся неодобрительным и низложенному из его сана и в продолжении многих дней подвержены будетесь ему наказанию вместе с пророками которые предвозвещают вам ложное ибо пророкам по усилившемуся у них обычаю назвал теперь лже пророка ночи уподоблю матерь твою показывая какую разумеет матерь продолжает и истреблен будет народ мой за недостаток ведения так как ты отверг ведения то и я отвергну тебя от священодействия предо мною и как ты забыл закон бога твоего то я забуду детей твоих поскольку сами себя предали немгле неведения и не хотят принять даже малого луча света боговедения то справедливо объятая такой тьмой уподобляется ночи матери же у пророка называется синагога а людя мечада ее ибо находим что сказано и у Исаии какая книга говорит он отпущение матери вашей Исаии 51 посему сказано вот ты умение отверг разум отверг я отвергну тебя от священно действия яснее показывая свое благодеяние их непризнательность продолжает чем больше они умножаются тем больше грешат против меня славу их обращу в бесславие грехами народа моего кормятся они к беззаконии его стремится душа их то есть пожнут что посеяли соберут плоды при грешении своих иные же говорят что в этих словах разумеется и священники поскольку по закону брали они значительную некую часть из жертв приносимых за грехи и преступления и пользуясь этой выгодой не хотели обличать живущих порочно то бог негодой на это и говорит поскольку вы услождаетесь жертвами приносимыми за грехи падающим же в грех не предлагаете должных врачев то понесете наказание за их неправды и преданы будете на заклание и на племенным народам и излагаясь и есть большей ясности немедленно присовокупил и что будет с народом то и со священником и накажу его по путям его и воздам ему по делам его и вы подобно как и народ преданы будете наказанию потому что вам верено врачевание народа а вы живя в лености не прилагали никакого попечения оболезнующих отомщу на них пути их и умышления их воздам им то есть подвергну ответственность не только за лукавые дела но и за непристойные помышления будут есть и не насытиться будут блудить и не размножиться ибо оставили служение господу буду наводить на них непрерывное бедствие подобно тому как незнающим сытости в хлебе в большей мере предлагается снеди потом пророк снова перечисляет их беззаконие обвиняя их в пьянстве и выдало служение которое именует блудом присовокупляет же и достойная смеха прорицания описывая и как они вопрошали вызывавшихся быть прорицателями и как те давали ответы двенадцать блуд и вино и напитки завладели сердцем их народ му вопрошает свое дерево и жезл его дает ему ответ ибо дух блуда ввел их в заблуждение и блудодействуя они отступили от бога своего тем то есть одни домогались по каким-то знамениям дознать что должно им делать а другие содействия к обману потребив какие-то жезлы возвещали что угодно им было отважили же на это потому что приобрели наклонность к блуду сието стремление к блуду пророк именует духом блужения и объясняя какой разумеет блуд присовкупил он ибо дух блуда ввел в заблуждении блудодействуя они отступили от бога своего потом показывает и самый образ идолослужения на вершинах горы они приносят жертвы и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом потому что хороша от них тень поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши наслаждаясь под тенью многоветвистых дерев поклоняясь не творцу их но вместо творца приносили жертву деревам за это говорит бог немало не воспользуйтесь моим о вас промышлением за черями вашими и с невестками вашими прелюбодействовать будут нападающие на вас враги ибо на что отваживаетесь вы тайно попущу тому совершаться явно все самые выразил пророк сказав я ставлю наказывать дочерей ваших когда они блудодействуют и невесток ваших когда они прелюбодействуют потому что вы сами на стороне блудниц и слюбодейцами приносите жертвы а невежественный народ гибнет блудом пророк именует иногда невоздержание а иногда нечестие посвященными же называет тех которые участвовали в тайных обрядах нечестия ибо как мы сподобляем их божественных тайн называем верными так еле наименовали посвященными полнее обученных нечестью так произнесшую угрозу предлагает снова увещание если ты Израиль блудодействуешь то пусть не грешил бы Иуда и не ходите в Галгал и не восходите в Бефавен и не клянитесь жив Господь Он есть имя идола бывшего в Вефиле слово это не имеет значения вечный то есть сущий как думали некоторые оно еврейское а не греческое все ясно показали прочие переводчики с еврейского языка потому что Акила и Феодатион перевели вредный дом асимах дом неправды то и другое соответствует делу ибо перенствовавшие там не только не приобретали от этого никакой пользы но получали еще вред делаясь неправыми перед собственным своим благодетелем и неблагодарными ему а Галгала есть название города и притом посвященного многим идолам в нем Иисус новин необрезанных из народа обрезал употребив для всего каменные ножи в нем положил он двенадцать камней которые Бог повелел взять из среды Иордана чтобы служили они памятником оказанного благодеяния и давали знать будущему потомству как народ совершил переход по суху поэтому знаком величайшей неблагодарности служило то что сей самый город в котором имели столько напоминаний о Божьем благодеянии сделали главным городом нечестия не без особенной же причины запрещает не клянитесь Господом живым напротив того делается это запрещение потому что прилепившиеся к Ону и им клявшиеся его именовали Господом живым и сие дознать можно из другого места ибо сказано если отымешь воалимов от уст твоих и клянущихся жил Господь воистине Еремий 4.1 то есть истребит из памяти идолов мне стараясь служить и меня именуя Господом живым то будешь в кляси как чтущие истины и гнушающиеся лжи 16 ибо как упрямая телится упорен стал Израиль посему будет ли теперь Господь пасти их как агнцев на пространном пастбище стрекалом называется здесь мухи муха нападающая на крав она своими жалами производит такое болезненное осущение ощущение что преодолеваемые тем кравы не слушают голоса пастухов и не могут пастись другими кравами но бегут неудержимо и несутся по стремнинам им говорит Бог уподобился Ефрем уязвенный страстью служить идолам а Ефрем как сказали выше называет десять колен вплощем и при всем этом не оставили их неупасенными но сделав что отведены будут в плен рассеев здесь и там и ничем не будут они различать от заблудившегося агнца ищущего матерних сосов потерпит потерпит это Ефрем потому что как бы в некий соблазн сети поставив перед собой юниц и прочих идолов поревновал злочестью хананеев и ведя себя передо мной высокомерно моему служению предпочел служение идолов отвратительно пьянство их совершенно предались блудодеяния князья их любят постыдное охватит их ветер своими крыльями и устыдятся они жертв своих то есть как птицы движением крыла рассекает воздух производя некий шум так и Ефрем подобно окрыленным отведен будет чужую землю потому что гнев мой как некий вихрь повлечет его и принудит оставаться там потерпит же это пожиная плоды идольских жертвенников глава пятая осия поэтому внимайте этим угрозам и вы священники и весь народ и все пребывающие в царских сердцогах преклоните слух к сказанному слушайте это священники и внимайте дом израев и преклоните ухо дом царя ибо вам будет суд потому что вы были западнёю в массиве и сетью раскинутые на фаворе глубоко погрязли они в распусте но я накажу всех их то есть всех вас изведу на суд мой потому что все вы устрояли тысячи зол пророкам моим как сети какие уготавляем козни свои подобно тем которые вьетавирии гаража сия наполнена разными зверями ставят орудия для лова составляйте злокозненные умысы против пророков мною посылаем спасения ради вашего ибо страж бы назвал сон пророков так сказала языки или стражам дали тебе дому израилеву 317 за это то говорит наложу наказание на ефрем и на израиля то есть на весь народ потому что соблудил и осквернился оставив служение мое дела их не допускают их обратиться к Богу своему ибо дув блуда внутри их и Господа они не познали водясь нелепыми помыслами утратили истинное боговедение и предались и до возслужения за сию то укоризну понесут наказание явственно увидев какой плод благочестия ибо это выражено словами и гордость Израиля унижена в глазах их и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего падет и Иуда с ними поскольку десять колен прежде впали в неволе и в рабство то справедливо прежде упомянуло о них наименовав их Израилем и Ефрем и Ефрем потому что после десяти колен потерпел пленение потом описывает как взяв вместе овнов и тельцов будут совершать жертвоприношение взыскуя Господа с овцами своими и валами своими пойдут искать Господа и не найдут Его Он удалился от них и указая тому причину присовокупил Господу они изменили потому что родили чужих детей ныне новый месяц поезд их имуществом попреки закону взяв иноплеменный жен рождали от них детей ибо это выразил сказав что чадо чуждые породили себе зато ныне поезд их ржая а ржою как называют самую болезнь поражающую плоды от неблаговедрия воздуха так в переносном смысле именует и врагов которые подобно рже делают всем вред и сие приводя в большую ясность немедленно присовокупил вострубите рогом в гири трубите в раме возглашайте в бефавене за тобою вениамин ефрем сделается пустыней в день наказания между коленами израилевыми я возвестил это все это я предвозвещал им через пророков и не поверили мне но поверят изведом опытом когда наказывая за беззаконие докажу истину пророческого предречения и осмеивая немощь идолов прекрасно сказал проповедуйте в доме онови то есть призывайте на помощь чтимых вами пусть прекратят наказание мною на вас наложенное займите самые высокие холмы на которых совершается всякое служение идолам пусть благовременно подадут вам помощь свою кстати же упомянула ей о Вениамине потому что присоединяет упоминание и об Иуде ибо сказано вожди Иудины стали подобны передвигающим межи и залью на них гнев мой как воду ибо та же бесстыда нарушает положенные мною уставы как иные бесстыда переносят с места на место камни поставленные на межах и отделяющие одну ниву от другой посему как поток наведу на них наказание явно что упоминая о Вениамине включает и колено Иудина и обвиняя опять Иуду присоединяет та же Вениамина потому что жили в одном царстве а та же говоря Ефрем именует этим десять колен Израилевых и упоминая Израиля означает то же самое угнетен Ефрем поражен судом ибо захотел ходить вслед суетных то есть причиной неправды его было служение идолам потому что если бы имел ведение о мне то в законе моем научился бы должному и буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина то есть приведу их в смятение нашествием неприятелей как неким острием буду извлять их подобно жалу буду поражать их враги будут и увидел Ефрем болезнь свою Иуда свою рану и пошел Ефрем к осуру и послал к царю и ореву но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны потому что опытом дознал причину бедствия потому что когда сирияне угрожали ему войной призвал на помощь фула а это был царь сирийский и послал царю и орим когда же сделает на вас нашествие сирияне пошлете опять послов к царю египетскому у него прося о себе пособие впрочем и оттуда не получите помощи но преданы будете непрерывным страданием а что царем и оримом называют царя египетского нетрудно дознать это и сказанного ниже господа изменили они потому что родили чужих детей 7 глава 11 стих стал ефрем как глупый голубь без сердца зовут египтян идут в ассирию моей должно было просить помощи она была сильна и весьма близко к нему но ефрем не перестает ходить туда и сюда прося пособий бессильны и никакой не получит от них пользы ибо я как лев для ефрема и как скимин для дома иудина я я растерзаю и уйду унесу и никто не спасет тоже продолжает иносказание ибо и у этих зверей в обычае как скоро изложат что-нибудь возвращаться в привычные им места и там отдыхать от труда понесенного в ловитве поэтому я говорит бог подобно льву и скимну сделав на вас нашествие в полчищах врагов наконец оставлю вас и не удостою вас немалого промышления глава 6 оси когда совершится это сказано у пророка они взыщут моего о них попечения и будут увещевать друг друга чтобы молились богу подвергшему их наказанию и приложили к ранам приличное врачевство оживить нас через два дня в третий день восставит нас и мы будем жить перед лицом его и давай видь скорость исцеления продолжает пророк и так познаем будем стремиться познать господа как утренняя заря явления его и он придет к нам как дождь как поздний дождь оросит землю богу не нужно продолжительного времени для уврачевания внезапно подаст он здоровье но этим же дает пророк разуметь и совершившееся по трех днях воскресения спасителя которая соделалась виной общего воскресения и всем нам даровала надежду бессмертия приобретаемую познанием о боге ибо пророк говорит в третий день воскреснем и живы будем перед ним и узнаем потому что по воскресении говорит апостол познаем как познаны и ныне наразумеем отчасти а тогда познаем как познаны посему тогда сказанного пророка приобретем точнейшее познание а ныне пойдем чтобы узнать господа то есть с отчанием и усердием взыщем и найдем его как утро рассеивает ночную темноту так господь избавит от оближащих нас искушений и озарит лучом своего промышления и придет нам яко дождь ранней и поздней земли потому что подаст нам обилие всех благ после этого применение их в лучшее состояние как сердобольный некий отец ведет с ними беседу что сделает тебе Ефрем что сделает тебе Иуда благочестие ваше как утренний туман и как роса скоро исчезающая желаю сподобить во всякого человеколюбия но ваше покаяние временно непродолжительное и уподобляется рассея ненадолго появляющейся исчезающей при солнце и облаку появляющемуся утром и рассеваемому солнечными лучами но с покаянием соразмеряется милость впрочем и при таком вашем расположении не переставал я сподоблять вас всякого о вас попечения так что стал виной смерти пророков моих потому что посылая их для вашего научения отдавал их на смерть от вас ими приятую ибо сие выразил бог сказав стих 15 пятый посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих и суд мой как восходящий свет если и всех пророков умертвите и тогда не в состоянии будете доказать что ложно пророчество потому что как некий свет явлю истину ибо я милости хочу они жертвы и боговедение более нежели всесожжений они же подобно адаму нарушили завет и там изменили мне не имея нужды в жертвах говорит бог принимая их исходя к немощи вашего разумения но требует следующего любви ко мне и человеколюбия к ближнему и в законе моем поставлено это на первом месте есть возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей всей мысли твоей всей силой твоей и возлюби ближнего твоего как самого себя такой поставил я закон а они уподобились человеку который нарушает заключенный им с другими договор потому что и они подобно всему презирая мое долготерпение попрали данные им законы галаат город нечестивцев запятанный кровью как разбойники подстерегают человека как сборище священников убивают на пути всех и совершают мерзости и выше упоминало всем городе как о преданном идолам и многим вовлекшим в нечестие и зрел что они мутят воду возмущая чистоту боговедения а силу городу подобил морскому разбойнику потому что обаятельным волшебством ухищренными какими-то изобретениями приводили в движение идолов как морские разбойники неявно нападают на пловцов так служители идолов не имея возможности явно показать их самодеятельность обращает неразумных своими ухищрениями священникам же божьим должно было с дерзновением обличать дерзкое нечестие но они молчали боясь неистовства нечестивых поэтому по праву весьма справедливо обвиняет их говоря в доме Израиля я вижу ужасное там блудодеяние Ефрема осквернился Израиль оставил Иуда жатву свою смысл слов таков Леви прародитель жрецов употребив содействие Симеона до основания истребил целый город Сихем за поругание сестры наказывая наругавшихся над нею поэтому Бог обвиняет жрецов и говорит им потомки их не имели их ревности те отомстили за обиду сестры и поревновали об отеческом доме а вы пользуясь всей честью не хотели обличить Садеевому против меня беззаконие и продолжали молчать даже увидев как на такие страшные и ужасные осквернения отваживается ни один человек но весь Ефрем и весь Иуда всего же прискорбнее то что Иуда в то самое время когда должно было пожать плоды божественных обетований оставил жатву несобранную но назначено жатво потому что живя по закону не Богу что-либо приносим но себе самим приобретаем доставляемое этим благо глава глава оси Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Постигшее их наказание сделает для всех явным их беззаконие, поскольку вознеродев об истинном боговедении возлюбили идольскую прелесть, то, подобно ворам и разбойникам нападут на них враги, иное сожгут, иное разграбят и лишат их всех благ. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их, теперь окружают их дела их, а не перед лицом моим. Когда же будет это, говорит пророк, станут плакать и сетовать, не смея вслух провозглашать плачевных песней, но мысленно повторяя свои сетования. Весьма долго терпел я, и, по-видимому, каков бы ни смотрел на преступления, как бы ни смотрел на преступления их, теперь ясно их вижу, определив подвергнуть их наказанию. Посему-то блаженный Давид и взывает, отврати лицо твое от грехов моих. А слово «советы» Акила и Симов перевели тоже значащим словом «начинание», потому что мы в семьдесят употребили слово, означающее первое стремление души и помыслы, и те слова, означающее порожденное сими помыслами начинание и дела. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Беззаконием своим, доведя себя до готовности погибнуть, стали они причиной веселья для врагов своих. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, которая перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. Все, распаляясь непотребством, уподобились от зажженной печи, готовые принять в себя вскиснувшее тесто для печенья и хлебов. Сожжет их от пламени, то есть огонь непотребства привлечет на них вражеский пламень. День нашего царя, говорят, князья, разгоряченные до болезни ином, а он протягивает руку свою к кощунам. Как закваска, замешанную в муку, притворяет в нечто однокачественное с нею. Так квас нечести, привнесенный первым царем вашим Яроваамом, всем вам и в продолжении времени царствовавшим у вас, сообщил свое зловоние. После сего пророк обвиняет князей в том, что любят пьянство, а от сего воспоменяются гневом, берут взятки и приводят время, проводят с людьми нечестивыми и виновниками бедствий. Их-то называют губителями, как виновников вреда и пагуба. Как зараза, если коснется кому-то, через него заражает и приближающихся. Так живущие порочно портят и знакомых с ними. Потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Извещает же пророк, что и ночью не перестают составлять козь, и днем, как огонь, истребляет обижаемых ими. Ибо сказано, они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Вместо устремляться, все переводчики согласно употребили подстерегать. Впрочем, за это понесут они наказание. Все они распалены, как печи, пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Причиной сей бести послужило следующее. Не взывает ко мне. Пророк о будущем сказал, как о прошедшем, показывая тем, что непременно будет сие, и ничто не воспрепятствует исполнению предречения. Эту особенность находим у других пророков. У Исаия взывает, как овца, веден на заколение, и сутки его землица, и видели его, и не было в нем ни вида, ни величия. Когда бы надлежало сказать, увидим, возьмется, и веден будет, и еще, как отрок родился нам, сын дан нам. Исаия 9, 6. Вместо родиться и будет дан. После этого пророк обращает речь ко второму обвинению. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Беззаконие явное. В нем обвиняет и блаженный Давид, говоря, смесились с язычниками. И навыкли делам их. Псалом 105, 35. Ефрем был, как хлеб неповороченный, то есть прибыл в злобе, немало не изменился к лучшему, как опресно, к одной стороной обращаемой к огню и подгоревшей. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И среди окружающих бедствий не познает вразумляющего. И продолжительным временем не обучен, чему должно. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему, и не взыскали его. И ясно увидит и дознает, какие плоды порождает нечестие. И стал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтяна, идут в Ассирию. После всех от меня вразумлений, ни однажды не умоляли меня остановить стремление угрожающих им бедствий. Но когда напали на них сирияне, устремились к ассириянам, а когда окружили ассирияне, бросились к египтянам, обнаружив в себе неразумие голубя. Ибо как голубь, когда отнимает у него птенцов, не летит прочь, но кружится в тех же местах, Так и они, многократно и непрестанно истребляемые и порабощаемые, то теми, то другими, прибегали и к ассириянам, и к египтянам, не получая от них никакой пользы. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Сперва буду вразумлять их, угрожая скорбными последствиями, потом, как сетьи некой, обложу их тучей врагов, и всех уловлю наподобие птиц. Но, сказав это, не забывает и свойственного ему человеколюбия, напротив того, с отеческим сердоболием как бы оплакивает их. Горе им, что они удалились от меня, гибели им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И поскольку назвал их жалкими, как оказавшиеся перед ним неблагодарными, нечестивыми, то по необходимости напоминает о неизреченных благодеяниях. Я избавлял их, освободил их от египетского рабства, а они лгали на меня. В этом обвиняет их и блаженный Давид. Ибо предстание сие падает на десять, представляет их рассуждающими. Поражал камень, и потекли воды, и потоки наводнили. Я уготавлял им трапезу. И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Тоже взывает устами Исаия, говоря, люди сие, и устами почитает меня, сердце их далеко отстоит от меня. Исаия 29, 13. Потом обличает в том, что делали они для идолов. Когда вопили на ложах своих, то собирается о пшенице, о вине. Получив землю обетованную от самых, ее наименовал ложем, как упокоивший их от трудов, понесенных в пустыне. Совершали языческие обряды, и наслаждаясь моими благами, в выдольских храмах, на телах своих, сами себе делали так называемое надрезывание. Левит 21, 5. Поэтому говорит. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Падут от меча князья их задерзость языка своего. Это будет по смеяниям над ними в земле египетской. Оставив меня, не приобрели себе никакой пользы, но уподобились ослабившему и ненатянутому луку, который врагам не наносит немало вреда. Глава восьмая Осия Трубу кустам твоим, как орел налетит на дом Господень, за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой. Как отцы их постоянно прикословили и презирали силу мою, явно противились Моисею и Аарону, посланным для их освобождения. Так и они, подражая в упорстве отцам, сделаются, как земля непроходимая, будут преданы конечному запустению. После того, как громко прозвучит воинская труба, подобно орлу налетит царь врагов и с величайшим неистовством нападет на дом Божий. А что орлом назвал царя врагов, свидетельствует об этом пророчестве из Икииля. Ибо сказано, орел великий, великокрылый, исполненный ногтей, и же имеет повеление войти в Ливан. Из Икииля 17.3 Потерпят же это, потому что приступили завет мой и на закон мой не честовали. Поэтому самому и сказано, «Ко мне будут взывать, Боже мой, мы познали тебя, мы, Израиль!» Испытывая эти бедствия, взыщут они тогда помощи. Но за что же потерпят такие бедствия? Отверг Израиль добрая, враг будет преследовать его. «Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель! Когда пользовались моим о них промышлением, тогда одолевали всех неприязненных им. Впрочем, и это не убедило их предаться моему промышлению. Напротив того, сами поставили себе царя, даже не вопросив меня об этом. Обвинение это падает на десять колен, которые поставили себе царем Иераваама, не вопросив бога всяческих. Надлежало ли это сделать? И никто из считавших книги царств, да не почтет этого противоречащим сказанному там, потому что Ахи Силонитяйна послал бог не к народу, но к Иеравааму. А поэтому недостойны они никакого извинения в том, что присвоили себе поставление царя. После всего обвинив в том, что от бога, прияв серебро и золото, употребили оное на сооружение идолов, предлагает увещание и совет. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, да коли не могут они очиститься. Ибо и он дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратится телец самарийский. Весьма кстати осмеял бессилие идолов, потому что для бытия своего имеет нужду в веществе и искусстве. Вещество, дерево, камень, золото, серебро, олово, заимствуя у земли. Внешний завид и спрашивая у искусства. Боготворят рукотворенные стуканы животных. И продолжает обличение. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет хлеба у него. Зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Никакого плода не получите от служения идолам. Собранные от них рукояти будут походить на колоссе, обитые ветром. По-видимому, наполняют они собой житницу, но не имеют в себе ни зерна. Таково уже свойство идолов. Наружный вид или мужа, или жены, или льва, или иного какого животного идол приемлет от искусства. Но лишен всякой силы и самодеятельности. Поэтому-то и сами идолы погибнут вместе с поклоняющимися им. Ибо сказано, разрушение их приемлет, и чужие поедят их. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. И Ефрем приобретал подарками расположение к себе. И, спросив помощь вассириан, им будут преданы в рабство, лишась возможности совершать какое-либо богослужение и празднуть, установленный законом праздники. Мною возвращенный и рассветший подобно растению, отступил Израиль от служения мне. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя-князей. Не мог насытиться благами, но продолжал желать большего. За это и будет преданным в рабство. Ныне восприму их, то есть в вражеской стране. Немного отдохнут. Признав за лучшее, чтобы царствовать над ними, царствовал другой, а не я, подпадут они владычеству ассириан, не имея возможности поставлять себе царя. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. По справедливости положу конец беззаконному его царству, потому что уклонился ко множеству идольских требищ. С горячностью, возлюбив беззаконно эти требища, приобрел там нечестие. Двенадцать. Написал ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Множество этих требищ и изобретенных о них законов, по которым совершали идольские обряды, придам памяти письменно в обличении великого их нечестия. Написал ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. И об этих беззаконных требищах прилагали они великое попечение. Алтари же Божии, которые набежало почтить всяким служением и иметь для себя вожделенными и весьма возлюбленными, оставили в небрежении, как будто обязанность я лежала на ком-либо ином.